Всем привет! Воскресенье! Как? Радостный день! Посмотрите, сколько много на площадке около мола машин. Море шумит, море стоит вот там где-то оно. Людей гуляет очень много, и мы с вами прогуляемся, посмотрим, что творится сегодня на море. Ноябрь месяц, конечно же, платить за паркинг не надо. Надо платить до 15 сентября. Будка сейчас закрыта. Кто идёт просто погулять, а кто-то хочет на волнах попрыгать. Сейчас посмотрим, как этот мужчина будет заниматься спортом на воде. Мы живём у моря, и совсем не важно, что море чаще бывает холодным, чем тёплым. Но без Балтийского моря мы не можем представить себе ни себя, ни Литвы. Наше море прекрасно, но сурово. Побережье нередко щетинится от западных и северных ветров. Вздымающиеся волны сильны и опасны. Но в спокойствии оно красоты неописуемой, а пурпурные морские закаты будто чудесные открытки с пожеланием покоя. По преданиям, в первые годы нашей эры до Балтийского моря добирались древние римляне в поисках янтаря. Вот только море тогда называлось небалтийским. Это название вошло в обиход только с 16 века. Сегодня Балтийское море – излюбленное место рыбаков, заядлых яхтсменов и круизных судов. Сначала надо хорошо размяться и в море, а перед этим надо хорошо закаливаться. С чего начнем? Закаливание или с разминки? Я думаю, надо с закаливания начинать. Каждый день контрастные души. Это делается так. Идешь в душ, включаешь самую горячую воду и льешь на себя, какую только можешь вытерпеть. Потом переключаешь на самую холодную, какую только можешь. Потом опять на горячую. И закончить надо обязательно холодной. Сейчас ребята закончат холодным морем. А вот это, вот это, надо этим заниматься дома. Ложишься и прыгаешь. Ложишься и прыгаешь. Но по всему видно, что люди первый раз сейчас они получат шок. Оля, нам надо взять неопреновые костюмы и доски на прокат. И поплавать. Даже если мне приплатят, я не пойду. Не-не-не, это не мой экстрим. А я бы с удовольствием. Давай вперед, вперед, иди. Я его толкаю, толкаю. А помнишь, я тут янтарь собирал. Янтарь мне обрели. Помню, помню. Смотрите, какая красивая радуга. Прибывшим на круизных лайнерах туристам есть что показать. Пожалуй, самой большой протяженности в Европе кочующие песчаные дюны, входящие в список охраняемых ЮНЕСКО объектов, национальный парк Курской косы. Идиллическое спокойствие – необычайное слияние природы и человека. У моря мы отдыхаем. На юго-западе оно соединяется с Северным морем, Датскими проливами. Выход к Балтийскому морю имеют Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Финляндия, Швеция и Дания. В результате исследования рельефа дна и характера грунтов ученые пришли к выводу, что в предледниковый период на месте Балтийского моря была суша. Затем, во времена ледниковой эпохи, впадинов, которые сейчас расположены на море, заполнили льды, процесс таяния которых привел к образованию озера с пресной водой. Бедность фауны моря объясняется его молодостью, ведь в том виде, который оно имеет сейчас, его возраст исчисляется всего пятью тысячелетиями. По прогнозам ученых, пройдет еще пять тысяч лет, и Балтийское море вновь потеряет связь с океаном и превратится в большое пресное озеро. Многие формы морской жизни за такое короткое время просто не успели адаптироваться к местным условиям существования. Тем не менее, количественный состав обитающих в Балтийском море животных достаточно велик. Донные виды животных представлены в основном червями, брюхоногими и двустворчатыми моллюсками, мелкими ракообразными и донными рыбами, комбалой, бычками. Кое-где можно встретить мохнатого рукава краба, пришельца из Северного моря и прижившегося здесь. Вблизи датских проливов встречается даже гигант среди медуз – цианея, а другой вид медуз – ушастая аурелия в Балтийском море встречается почти повсеместно. Мелкие стайные рыбы – трехиглая колюшка, балтийский шпрот. В определенных районах моря много речной рыбы – плотвы, окуня, щуки, леща, язя, судака, проходного сига, налима и других. Надо баланс держать, баланс. Вот. Нормально. Можно дома тренироваться, но с доской интересней. Морские млекопитающие в Балтийском море представлены лишь тремя видами тюленей. Тюлень серый – тювяк, тюлень обыкновенный – нерпа, а также морская свинья обыкновенная, которая относится к зубатым китообразным. На море такой сильный ветер, просто ураганный. Решили прогуляться еще немножко по лесу, показать вам ноябрьский лес. Листиков уже, конечно же, нет. Просто стоят сосны, переговариваются друг с другом, и люди гуляют. Знаете, какая особенность леса около моря? Посмотрите, как наклонены сосны. В обычном лесу, где-нибудь в середине Литвы, такого вида не увидите. А это именно особенность леса около моря. Они не падают, они хорошо растут, но вот так наклонены. Толкай сильней, выравнивай. Какую сторону? Плечом давай, плечом. Выравнилась? Почти уже. О, хорошо. Те люди, которые живут в Мельнирагах, конечно же, живут очень классно. Представляете, справа лес, дом слева, и там море. Можно гулять сразу и в лесу, и на море. И на велосипеде можно проехать. Велосипедная дорожка вот эта идет до Паланги. До Эстонии. Подталкивай его. Это очень толстый. Оно шатается? Сколько метров до моря? Метров 400. И там уже дюны с морем. Дома есть разные. И старенькие, и новенькие. Летом все здесь абсолютно сдается. Зимой, наверное, тоже есть любители осенних-зимних прогулок. Приезжают люди. Этот дом интересный. Тут как общежитие. Чтобы наверх попасть, надо специально по балкону пройти. Может, это гостиница такая? Похоже. Раньше здесь были все вот такие дома. Абсолютно все. Потом стали перестраивать, достраивать. И сейчас можно встретить разное строительство. Кто-то еще занимается сельским хозяйством. Есть теплички. Вот так выглядит осенний ноябрьский лес. У нас много-много листиков. Наверное, бегают зайчики. И белочки. И запах бесподобный. Пахнет хвоей. Напишите в комментариях, а вы любите гулять в осеннем лесу? Обычно люди гуляют только в хорошую погоду. И считают, что если осень, то никто никуда не ходит. Мы любим гулять и на море, и в лесу. Особенно, когда будет первый снежок. Представляете, как здесь будет красиво? Будем искать зайчи и лисьи следы. Люди не только гуляют, но занимаются спортом. По лесу. Этот парень, что пробежал, закаленный. Но самые закаленные вообще бегут только в спортивных трусах. Не поддевают снизу никакие спортивные штаны. Все, что ты рассказал, можно выдержать только после ста палочных ударов. Вот с этой палкой, если еще привязать снизу, сделать весло. Зачем весло? Ну, чтобы кататься на серфере. Ай, вот так? Да. А я думала, гимнастика. Гимнастика тоже полезна. На свежем воздухе. На этом заканчиваем свой видосик. Ноябрьский. Закаливайтесь. О-о-о. Так. И бегом. Чтоб можно было окунуться в море. Я побежала. Пока. Пока.